Добрый день, дорогие друзья! День космонавтики всегда был для меня особенным праздником. Это может быть не самый главный и не самый торжественный государственный праздник. Но для меня и для всего моего поколения это был день гордости за человечество и за свою страну. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, кто сумел побывать в космосе. Конечно, непосредственно этого момента я не застал, я все-таки 1963 года. Но родился я уже на Звездном бульваре, откуда переехал на улицу космонавтов и запускал свои первые ракеты на ракетном бульваре. А бегал в кинотеатр под названием «Космос» смотреть фильмы «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». Это была мечта о будущем, которая на наших глазах становилась реальностью. Первый полет, выход в открытый космос, космическая станция на орбите, лунные миссии. Мы зачитывались фантастикой и точно знали, куда лежит путь человека. Высадка на Луне, полеты к Марсу, колонизация Солнечной системы. Мы всерьез задумывались, какими будут люди, родившиеся за пределами Земли. Как пройдет первый контакт с неземным разумом. Мы видели, каким должно быть будущее и хотели, чтобы оно наступило как можно скорее. И вот со времени полета Гагарина прошло 58 лет. Какая же главная новость российской космонавтики вот этого момента? Генеральный прокурор Чайка заявил о хищении более полутора миллиардов рублей в Роскосмосе и Ростехе. А согласно отчету Счетной палаты за 2017 год, объем финансовых нарушений в Роскосмосе составил 785 миллиардов рублей. Так сказать, космической отрасли, астрономические масштабы воровства. Российской космической отрасли уже много лет руководит Дмитрий Рогозин. Руководит в разных должностях, но с неизменным результатом. История российского космоса в последние десятилетия – это история неудач, катастроф и разочарований. Вот авария при выводе на орбиту корабля «Союзом С-10». На борту было двое космонавтов. Слава богу, никто не пострадал. А вот на старте взрывается ракета «Протон-М» с тремя спутниками на борту. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. И вот ракета направляется к земле и распадается в воздухе. Вы скажете, что аварии случались всегда. Особенно в такой сложной сфере, как космонавтика. Я с вами соглашусь, действительно так. Только аварии, аварии – рознь. Бывают трагические случайности, стечение обстоятельств. Бывает, наконец, выход за пределы известного. А бывает непрофессионализм. Раздолбайство и воровство. Вот пустоты и провалы под космодромом Восточный – это непрофессионализм. Дырка в обшивке МКС, которую неизвестно, кто просверлил – это раздолбайство. А квартира Рогозина за полмиллиарда рублей, которую нашли Transparency International – это вот обычное воровство. Все, что осталось от мечты и надежд 50-летней давности – это полная деградация отрасли и космическая коррупция руководства. Какие там полеты на Марс? Какая там колония на Луне? Здесь бы спутники для того, чтобы по телефону разговаривать, запускать. Компании уже отказываются страховать запушки. Вероятность неудачи под 50%. Но, может быть, упадок космической отрасли – это общемировая проблема? Может быть, мы зря виним Рогозина и Роскосмос? Действительно, с момента окончания Холодной войны значение космоса уменьшилось для всех. И Америка больше не готова тратить любые деньги, лишь бы опередить почившие в Бозе Советский Союз. Это все так. Но на смену безумно дорогому космосу сверхдержав пришел экономный космос. А главное, перестав считать космос национальным проектом, США открыли его для частных компаний. И можно по-разному относиться к Илону Маску. Но он с нуля создал несколько принципиально новых типов космических кораблей и ракет. Он заставил отработанные разгонные блоки возвращаться на Землю для повторного использования. Наконец, он запустил в космос свою машину. Не потому, что это зачем-то надо, а просто потому, что ну вот мог. Нам еще, конечно, предстоит помучиться с объяснением инопланетному разуму, что там машина-маска с пустым скафандром делает на орбите Марса. Но это не беда. Объясним. Главное, какое гигантское мотивационное значение имел этот и другие подобные запушки. Человечество снова раздвинуло границы своих возможностей и обозначило свое, всего человечества, видение будущего. Только жалко, что говоря о достижениях человечества, мы говорим о Маске, об Амазоне и, в конце концов, об Америке. А не о Рогозине и России. Ну, может быть, у нас вот просто нет таких людей, как Маск. Ну, или Джефф Безос. А мы, если и можем чем-то кого-то удивить, то только 400-метровые квартиры государственного чиновника. Маска Джефф, конечно, уникальные люди. Здесь ничего не скажешь. Но многим ли из вас знакомо имя Михаила Кокорича? Думаю, что не очень многим. Потому что этот талантливый предприниматель и создатель нескольких стартапов в космической сфере вынужден был уехать из России. Ну, просто потому что его выпихнули спецслужбы. Постоянно, наверное, я уже в Америку переехал, начиная года с 2014-2015, когда против Даури открыли уголовное дело. Или вот Юрий Мильнер, мой бывший коллега. Он финансирует научный проект по поиску внезаменных цивилизаций. И тоже не в России. И это не совпадение. Окончание холодной войны ударило по космической отрасли обеих сверхдержав. Как только военные соревновательные компоненты ушли, на космос перестали выделять безумные бюджетные деньги. Но если в Америке снижение роли государства привело к появлению частных космических компаний, то у нас к развалу и к Рогозинам. Как оказалось, научные и технические прорывы и вот такие Рогозины, они просто не сочетаются. Если вы хотите новые инновационные ракеты, то нельзя заводить чиновников Рогозина. Если хочется вам чиновников Рогозина с 400-метровыми квартирами за полмиллиарда, то придется смириться с падающими ракетами. Феномен Рогозина – это феномен баснословно богатого руководителя стагнирующей отрасли. Это не исключение и совершенно не случайность. Его разоблачитель, прокурор Чайка, он же не менее известен своим семейным туалетным бизнесом. В стране, где самый главный руководитель занимается исключительно удержанием власти, другого и быть не может. Это системная проблема. Путинские чиновники просто обязаны воровать, чтобы выглядеть лояльными. А лояльность – это единственное качество, которое от них требуется. И все во имя стабильности. Правда, под стабильностью подразумевается неизменность путинской власти. А такая неизменность означает отсутствие будущего. Путин лишает всю страну будущего, всех нас, все 145 миллионов. Ему ведь будущее не нужно. Ему важно, чтобы все оставалось как есть. Именно поэтому мы давно не слышим про обсуждение целей, с которыми живет и к которым идет страна. Вместо этого бесконечное восхищение прошлым, былыми подвигами, былыми свершениями. Разговоры о будущем просто не приветствуются. Ведь любое будущее подразумевает изменения. А изменения этой власти не нужны. Они уже получили все, что хотели. Но изменения нужны всем нам. Потому что без изменений в стране всегда будет то, что мы сегодня видим в космической отрасли. Неизменный и неизменно улучшающий свое благосостояние руководитель. И отсутствие будущего для всех остальных. Какие уж тут лунные базы, какие полеты на Марс, какая колонизация Солнечной системы. Здесь и спутники без аварии не запускаются. А пока мы не заставим эту систему меняться. Все, что нам остается, это сказать, обращаясь к первому космонавту. Юра, прости нас. Мы все прострали. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok